Субтитры сделал DimaTorzok Меня достали! Следующий секундный телефон полетел в стену у кухни. Нихрена, ты какой злой. Вырубить 3310 обычным броском было практически неволнимой задачей. Мемы про Nokia 3310. Да-да-да-да. Ну и с кухни я почти ничего не слышал. Да и вставать, чтобы выключить его не было ни малейшего желания. Я Барналёхан Кроватч, пытаясь вновь услужить Алису. Но она молчала, и у меня начало разбирать дикое отчаяние. Краем глаза я глянул на часы на работе в столе компьютера. Девять вечера. По моим ощущениям, сейчас должно быть не больше трех часов дня. А вот самуру меня сильно клонило в сон. Я заклыл глаза и снова начал проваливаться в белую мглу. О, я пернулся на другой бок. Это так болит. Кажется, ты уже в автобусе, да, чувак? Интересно, а с чего бы это? Под боком что-то твёрдое. Щуп рукой. А, кочка травы. На кровати? Всё-таки он оказался в Савёнке. Неужели? Где я? Закричал от ужаса, рывками оборачиваясь, пытаясь осмотреться. Кругом лишь туман. Прохладно. Нет, даже холодно. Хонула. Что со мной происходит? Я ведь не сплю. И как вообще понять? Ведь во сне ты никогда не задумываешься, спишь ли ты? Ну да. Просто потому что там далеко не всегда руководишь собственным сознанием. Из-за того, что самому себе подобное просто чувствую, просто не удаётся. Ты больше поглощён, да, 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 процессом побега, сокрытием следов преступлений, или наоборот, получаешь удовольствие, пока можешь. Если вы понимаете. Как в реальности, абсолютное соответствие привычных вещей, ощущений, и не даёт даже и повода усомниться в том, насколько реально окружающие. Исходя из этого, это совсем не, это вовсе не сон. Или не просто сон. Но как? Пару минут назад, или сколько там, я лежал у себя дома. Повно пять минут назад, ту-ту-ту-ту-ту, на кровати. Не на траве. Была зима, а сейчас вот здесь... А что здесь? Я не вижу ничего дальше от соусственного носа. Но сейчас явно не зима. Трава под ногами зелёная. Неужели лето бесконечное? Хотя вполне, может быть, и весна, и осень. Но мне почему-то так ясно кажется, что это всё уже лето. Да-а-а, да о чём я вообще? Любовь-бы-другой сейчас на моём месте, в ужасе, метался, кричал, звал бы на помощь, искал хоть что-то. Я просто спокойно стою и размышляю. Может, всё же стоит попытаться найти какие-нибудь... В этом тумане вообще можно... Вообще можно хоть что-нибудь найти. Уже пять минут я бегу. Не знаю куда. Просто бегу туда, где, как мне кажется, что-то есть. И эта догадка абсолютно ничего не подкреплена. Мне просто хочется верить, что это направление верно. Опа. А, я думал, это просто, знаете, небо с облаками. Это был туман. Вон оно чё, Махалыч. Сил хватило не более, чем на пару минут бега. Я становился устало, дышался и огляделся. Взлеки именно в той стороне, в тумане, забрежали какие-то далёкие серые очертания. Едварь, зачем мы в тумане, но явно выделяющиеся на фоне остального монотонного пейзажа. И всё же я был прав. Я направился в ту сторону, а в голове на все есть разные мысли. Как я здесь оказался. Почему? Не похоже ли это на тот самый день? И что я ищу сейчас? Ещё через пару минут серые пятна в тумане начали обретать определенную форму. Что-то очень знакомое. Мурашки побежали по коже. В ту же секунду налетел очередной порыв холодного ветра. Ледяной, заставляющий поёжиться от мороза. Вместе с тем, разгоняющий туман. Какого? Это было неосмыслимо. Я никак не мог этому понять. Над воротами красовалась заветная надпись. Совёнок. Я сделал пару шагов вперёд. Казалось, что этот мираж, что стоит мне подойти ближе, и ворота лагер исчезнут. Ну вот я подошёл вплотную. Зажимаешься, протягивай руку. Чувствую холодный металл. Я... Я в завёнке. Настоящий. Реальный. Я вновь здесь. Это непостижимо для человеческого умана. И тем не менее... Добро пожаловать. Снова. Пафосная фразочка долго ждала своего часа. Это те же статусы пионеров с левой, справа от ворот. Та же дорога, уходящая вдаль горизонту по обе стороны. Вот только... Откуда я вообще пришёл? Тогда год назад меня в этот лагерь привёз Икарус. Но сейчас его здесь нет. Да какая разница? Передо мной ворота Совёнка. Так, а что дальше? Из-за ворот в лагерь оказалась Славя. Какие люди? Ну что же. Привет. Ты, наверное, только что приехал. Привет, Славя. Я улыбнулся. А откуда ты меня знаешь? Странный вопрос. Она серьёзно? Кажется, да. Но что значит, откуда я тебя знаю? Ты возил со мной половину прошлой смены. А теперь мы словно не знакомы вовсе. Ну, прошлую смену мы же... Я первый раз в этом лагере. Я помню тех, с кем дружила, но... Она выглядела искренне удивлённой. Казалось, ну что бы это могло значить обычное недоузумение? Ну, а подобные догадки разбивались о тот факт, что я точно знал, как её зовут. И я, и она прекрасно это понимали. Славя всё-таки достаточно редкое имя. Может, просто забыла? Может быть. Даже не знаю. Ну, даже не зна-а-а-ют. Будто оправдывается. Скорее всего, чувствует себя виноватой за то, что, как вдруг оказалось, она кого-то не вспомнила из старых знакомых. Ладно, не переживай. Я натянутый ломился. Не то, чтобы я прямо был рад тому, что она вдруг ни с того ни с сего меня не помнит, но не стоило впутывать бедную девочку в странности этого лагеря. Для неё он, кажется, представляется совершенно нормальным. Ну, как так? Нехорошо получается. Не волнуйтесь, всё нормально. Ну, ладно. Тебе сейчас кужатой надо. Знаешь, где она? Знаю, не в первый раз. Я ещё раз как можно более вежливо улыбнулся и направился быстрым шагом в сторону домика вожатой. Я брел вздумчивостью в сторону площади. Славная реакция буквально выбила меня из колеи. Как объяснить тот факт, что она меня не помнит? Спутная теория начала пробираться сквозь поток мыслей. Тем временем я уже оказался у здания клуба кабинетиков. Дверь клуба открылась, и оттуда ушла Лена. Точно так же, как в прошлый раз, подумал я. К чему бы это? Немного странно. Мой взгляд задержался на Лене. Она заметила это и застыла в удивлении. Точно та же Лена. Кстати, они опять переехали в этот лагерь всей дружной компании? Ну ладно, не совсем дружной, но сам факт того, что ворот меня вновь встречает все та же Славя, и здесь все та же Лена. Это странно. И с ней очень странно. Лена быстро краснела от моего пристального взгляда. Я решился подойти. Привет, Лена. Мы знакомы? Вы что, серьезно? Разве нет? Я не помню. В ближайших кустах меленькнула красная футболка, и краем глаза заметил Ульянку, с хитрой улыбкой, наблюдающей за нами из-за угла клуба. Вылезай оттуда! Она скрочила недовольную рожицу и подошла поближе. Лена тем временем продолжала стоять передо мной, наливаясь румянцем, словно спелое яблоко. Я хотел что-то сказать, но тут Ульяна позвала Лену в сторону. В какой-то момент я вдруг вспомнил, чем закончится их разговор. Их было, хотел позвать Лену. Но Ульянка опередила меня. Ну-ка, интересно, я... Я вряд ли это сохранял. Ой, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, смотрю видосы по ГТА. И что такого? Подумаешь. Мы все записываем видосы и смотрим. Что-то, что такого, подумаешь. Смотрим друг у друга. Ну, ё-моё, ну давай быстрее, пожалуйста, поплотнее. Как-нибудь, давай. Так. Это вряд ли, это вряд ли могло бы быть. Самое начало я... Вот самое начало только вот... Да. Не. Не. Этой фотки точно не было, так что я её сохраню. Ну, Ульянка опередила меня. И-и-и-и-и. Так, там Алиса, он сейчас увернётся, по-моему, ловко. Да, да, признаю, чуваки, я играл, то есть я смотрел пророждение этого мода. И как бы сразу теорию подтвержу, то что, типа, тут во всех пяти вот этих вот рутах о главном герое будут помнить только те, на кого мы выйдем, а все остальные как бы и всё. Это действительно так? Точно, там же сзади Алиса должна была быть. Мы же, она же нас помнит, вдруг и смена началась заново. А ведь сильно похожа именно на это. Пока не менее, подобные выводы могут быть вполне подкреплены тем, что я увидел за последние несколько минут. Но, а то, что с Алисой, я застыл на месте как вкопанный, причём раньше я над этим не задумывался. Славева не помнит меня, Лена тоже. Насчёт Ульянки судить пока что не получается, пока не менее исходя из её поведения. Да и Алиса не помнит меня. Но, тогда что мне теперь, тогда что мне, тогда, что тогда делать мне здесь? Я даже знаю, кто у нас тут такой дерзкий, резкий. Алиса! Та самая! Настоящая! Ты?! Отскакивая, закричала она с изумлением в голосе. Алиса! Я было двинулся к ней, но тут она резко повернулась и побежала за ближайший поворот в сторону своего домика. Алиса! Я окликнул её ноль реакции. Это явно входило за рамки обычного человеческого поведения. Ещё с минуты я постоял на одном месте, пытаясь хоть что-то поднять, но не справившись с этой, казалось бы, тривиальной задачей, как-то машинально развернулся и пошёл в сторону домика Ольги Дмитриевны. На площади я сделал передышку. В голове мешались мысли. Тысяча их, словно огонная толпа, сдающая кучу криков. И каждый орёт своё. Забрать невозможно, но вот какой-то особо горластый парень кричит мне. С чего бы вот так, братья, убегать? С каждой секундой я становился яснее. Столь странная реакция Алисы имеет своё веское заблазнавание. И нового реального объяснения этому просто не было. Очень хотелось верить в то, что она всё же помнит меня. Это было значительно... это бы значительно всё упростило. К тому же это обоснование, случившегося инцидента, подходило как-либо за лучшим. Ага, ещё это забываю делать. Жилище вожатое за следующим поворотом дорожки. Будучи в этом лагере, я не превратся, я подошёл и постучался. Открыто. Дом, милый дом, как говорят в старых американских фильмах. За столько времени я так отвык от этих мест. Ведь на ту неделю они стали такими родными. Привет, Семён. Мы тебя с утра ждём. Добрый день, Ольга Дмитриевна. Она мило улыбнулась. Хорошо доехал? Да, спасибо. Замечательно. Извини, но мне сейчас нужно уйти по делам. Осмотрись пока, познакомься с лагием. Уверена, тебе у нас понравится. А я пойду. На обед не опаздывай. С этими словами она вышла из домика. Моё уставшее от пространственных перемещений тело ощутило настоящее блаженство о соприкосновении с мягкой кроватью. Как же так происходит? Чёрт его знает. Я опять оказался в Савёнке. Ну а это же бред! Как такое вообще может происходить? А почему нет? Подобное уже случалось. Но почему смена началась заново? Та же самая смена. Вот этого они не понять никак. Они даже не помнят меня. Но Алиса... Она неспроста. Не хочу в это перейти. Стоп. А что мешает пройти и проверить? Я встал с кровати. Цель чётко обозначена. Точно выяснить, что уже послужило причиной столь странной реакции Алисы на моё появление. Кхе-кхе. 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 На полпути к дому Алисы из-за поворота выскочила Ульянка. Ты Семён? Ну допустим... Эээ... Откуда ты знаешь, шайтан? Не знаю, просто спросила. Алиса там. Что, Алиса? Разревелась. Заперелась в домик и никого не пускает. А что говорит? Нямила что-то. Про какого-то Семёна. Не... Ну не про какого-то. А ты давно её знаешь? Каким-то уж слишком странным тоном Ульяна спросил об этом. Ровно год. С нескрываемой грудосу в голосе ответил я. Значит, курсишь, что с ней там? Догадываюсь. Ладно, пойду, зайду к ней. Ты там только поаккуратней, мало ли что она. И да, я Ульянка. Давай, пожалуй, Савёнок. Не совсем похоже на неё. Хотя почему нет? Так, что теперь? В принципе, выбор дальнейших действий очевиден. Иду к Алисе и узнаю, что же с ней такое. А вдруг это одна глупая случайность? И я здесь ни при чём? Да о чём ты я? Нет, всё не так, всё не так. Я что и сел и рванул к её домику. Через полминуты он показался за поворотом. А вот теперь и называют вопрос. Что я ей скажу? Привет, а я тут мимо проходил, чего плачешь? Естественно! А в следующую секунду либо в глаз, либо ещё больше слёз. Но как же это всё неправильно. В изнеможении я устало опустился на кольцо, почесать своё лицо. Случайно задетое плечом дверь скрипнуло, и в домике послышалось какое-то движение. Только этого мне не хватало. Так, погодите-ка. Погодите-ка. Ээээ, ладно насрать. В связи с мгновением, крыльцо и двери скрылись за углом домика. Дверь тихо скрипнула, кто-то вышел на крыльцо. Но не почесать свое яйцо, это явно. Почему кто-то? Там же никого нет, кроме Алисы. Опять? Тихо пошептала она и зашла обратно. Зачем, собственно, я вообще спрятался? Ну и чем я сейчас занимаюсь? Ноги в руки и пошел. Я собрался с Емель и конька постучал. Кто там? Алиса, я... Семен? Алиса лежала на кровати. Стоило мне войти, как она вновь уткнулась в подушку и зарыдала. Я аккуратно писал рядом, опасаясь потревожить ее. Поцарилось неловкое молчание, нарушаемое лишь Алисиными вскрипами. Она будто не замечала меня, не прерывая рыдание ни на секунду. Алиса, я... Я споткнулся на полуусловие. А что мне сказать? Ведь я даже неизвестно, почему она плачет. Вдруг Алиса замолчала. Она отрывалась от подушки и посмотрела прямо в нее глаза. Заклаканная, красная. Но самое милое лицо на этой земле. Откуда ты? Опять? Но она не договорила. Слезы вновь ушами прижали из ее глаз. Алиса лкнулась в подушку, пытаясь хоть в ней заглушить свои рыдания. Не вносимо видеть, как кто-то страдает из-за тебя. Алиса, успокойся. Поговори со мной. Она еще несколько раз шмигнула носом, а затем повернулась ко мне. Почему ты ушел тогда? Я просто уснул и... и все. Что все? Как ей объяснить-то? Алиса неожиданно изменилась, ведь сцена двинулась на меня и закричала. Просто бросил! Исчез! Растворился! Даже не разбудил! Как так вообще было можно поступать? Я же думала... Ее лицо было мрачнее тучи, но дрожащий тон голоса недвусмысленно намекал. Одно неверное слово, и она опять расплачивается. Алис, я ни на что просто так не ушел бы от тебя. Там в автобусе ты уснула, я тоже уснул, а проснулся уже у себя дома. Да ты хоть сам веришь в то, что говоришь? И вообще... Зачем ты пришел сюда? Зачем? Еще раз заставить меня пережить все это? Алиса вновь заплакала и упала на кровать. Ее выдания буквально разрывали мне сердце. Ведь это я во все виноват. Если бы тогда я нашел силы признаться ей, я любил ее. Я сейчас люблю ее еще больше. Человек часто вспоминает самые большие глупости в своей жизни, когда их впоследствии уже не исправить. Вот так у меня еще ничего не потеряно. Алиса! Ну что еще? Прости меня, идиота! Прошу, прости! Опять извиняешься? За что теперь? Это уже переходит все границы. Она серьезно не понимает? Или делает вид? Или ей вообще уже глубоко плевать на меня? Нет, это не так. Заболкные глаза полностью опровергли этот вариант развития событий. Зато... Ох, как же трудно! Слово лишь совокупность механических движений диафрагмы, голосовых связок, челюсти языка, губ и мышц лица. Эту совокупность действия мы совершаем порой по тысяче раз в день. А сейчас я не могу сделать это один раз. Да что это за тряпка такая? За то, что не смог тогда сказать, что я чувствую к тебе. А ведь после первого слова страх совершенно пропадает. Ну и понятно, когда уже выразил основную мысль, все остальное лишь в кончании фразы, которые произносятся лишь для того, чтобы она звучала завершенной. И что же ты чувствовал? Не чувствовал. Чувствую. Я люблю тебя, Алиса. За этот год не было дня, чтобы я не вспомнил о тебе. Еще вчера вечером я лежал и плакал. Я плакал от того, что никогда не увидев тебя больше. За ту неделю ты стала самым дорогим человеком в моей жизни. Все, что нужно мне для счастья, человек, который способен понять меня. Который я способен понять. Я это понял еще тогда, когда вернулся домой. И этот человек, этот человек ты, Алиса. Ты нужна мне, как никто другой. Но просто в том, нужен ли я тебе. Я похож на истеричку, которая плачет по любому поводу. Мурашки побежали по коже. На меня несколько слов сделали мне самым счастливым человеком в мире. Следующая секунда она уже в моих объятиях. Никогда бы не поверил, что счастье можно сжимать в руках. Что она такое теплое. Такое милое. Мы просто сидели так несколько минут. Часов. Я не могу узнать точно. Время то ли замерло, то ли все так же неумолимо. Везут ли мчалось вдаль. Слушай. Я вот не могу понять. А как это все происходит? В смысле? Ну вот смотри. Мне же тогда было столько же лет. Вроде как. И все влаги... Все те же, понимаешь? А Алиса вроде неиспуганной. Оширившийся тут же за глаза взгляд куда-то в сторону нервное закусывание пальца. Хочешь сказать, раньше ты этого не замечала? Вот именно. Кажется, она вот-вот опять и заплачет. Я как будто спала до тех пор, пока не встретила тебя. Я даже не помнила тебя до того, как встретила. Алиса не удержалась. Я аккуратно погладила по плечу. Сон ли это или что? Я не могу понять. Это звучит как бред. Как такое вообще может быть? Может я бы и вовсе... Ну что ты, Алиса? Не хватало еще одной стейки. Конечно, сама ситуация выглядела в корне бредовой. В корне, наверное, правильно сказать. И Алису я прекрасно понимал. Чего только стоили мои действия в первую смену. В тот момент кататься по земле и рыдать от безосходности не казалось мне чем-то за гранью нормального. Что с нами происходит? Я и сам не знаю, Алиса. Представь сама, какой он был в первый раз. Ехал зимней ночью. Проснулся пионером с жарким летним днем. Я тогда был удивлен не меньше и уж поверь. Ладно. Алиса крепко прижалась ко мне. Держать ее и сжимать в своих объятиях и ни за что не отпускать. Слишком ценный груз. И до чего хрупкий. А чем ты вообще занимаешься? Там. А ты правда веришь, что я и такие гости из будущего? Чему теперь можно верить? Груза потянула она мне на ухо. Но... Я много думал о тебе. Очень много. Достал свою старую гитару. Потом купил электро. Нашел группу. Стали выступать. А потом... Я прервался. Смотри, рассказывать про этот конфуз. Что потом? Потом на концерте. Мне показалось, что я видел тебя в толпе. Ты серьезно? А что? Ну... Мне вчера снилось, будто я стою на концерте. И на сцене кто-то похожий на тебя. Я даже песню помню. Или уже нет? На... Как думаешь, что это значит? Понятия не имею. Может, все же сны... Это... Этакое существование на две реальности? Закрываю глаза и ухожу в мир своих мечтаний. Идеи нет. Просадил я сквозь зубы. Я не буду сквозь зубы насрать, короче. Ладно. Что растелись-то? Резко подскочила Алиса с кровати. Столько времени еще впереди. Я уж думаю, глупить не будем и пройдем его с толком. Спрашиваешь. А вот и... Обед! Идем. Я вот есть хочу. Конечно, идем. Алиса ловко прихватила меня за руку. А еще через зновение мы уже держали путь в сторону столовой. Мы быстро разместились со свободным столиком. Пюре с котлетой. Ничего не меняется. И Улианка за свои скалопендеры, думаю, должна быть гитаяном. Ладно. Без скалопендеры. Но все же она здесь. Чего вы уселись тут? Пятьдесят, что ли? Тебе-то какое дело? А ну вот интересно. Она всплеснула руками. И почему ты плакала? Этот обидел? Она показала на меня. Нет, не он. И вообще не твое дело. Ешь давай. Алиса жестко поставила точку в этом разговоре. Алиса... А... Ульяна обиженно замолчала. Я бы спешил вернуться к трапезе. Вскоре обед был окончен, и пионеры начали покидать столовую. Мы ушли и уселись на лавочке около столовой. Может не стоит она так жестко? Она же все-таки маленькая девочка. Как будто ты Ульяну не знаешь. С ней по-другому никак. Прошло уже, наверное, полчаса, а мы так все сидели на солнышке. Слушай, ты же Фому уже еще не получил. Прием, Коля Дмитриевна, она выдаст. Угу. Россиян ответил, я смотря в глубое небо. Хотелось просто вот так сидеть рядом с ней и любоваться природой. Земля вызывает Семена. Семен, прием. Я не хотя оторвался. Ну пойдем. Все тот же лагерь. Как вы кажете это понимать? Ничего не изменилось. Или что-то новое все же есть. Мы пошли вдоль домика в сторону жилища вожатой. Алиса шла впереди. Я вздучу степлелся сзади. Столь резкая смена климата подействовала удручающе. Жра быстро засклеивала и чуть ли не полз. Через еще сотню шагов я совсем отстал. Алиса развернулась и в... 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 в перила в меня гневный взгляд. Ну и что мы ползем, как сонная улитка? Ээээ... Задумался. Нашел время. Ах, да. Я уже забыла. Ты помещаешь, помечтать любишь. Я энергично замотал головой. Да что я с на самом деле поник-то совсем. То ли еще будет? Брр. Так все же, так все, не киснуть. Погнали. Среди ты, выражение исчезло социалисты. Она вновь, она вновь ловнулась мне. Идем, потом помечтаем. Помогла клана. Я выпрямился в полный рост. И мы бродным шагом направились к Ольге Дмитриевне.